Хорошо. Здравствуйте. Я Семена Глазова. Тут больше человек, чем были в последние 3 дня на мани-лекции, поэтому какие-то вещи я немножко повторю и какие-то суммирую, потому что завтра приезжают в Новости через Юрий Вестер. Мы пройдем в обучение. Очень-очень короткий рассказ «Пастернак» 1924 года. Он называется «Воздушные пути». А сегодня мы поговорим про отец Юрий Вестер и поговорим о теме, что же случилось с обучением Пастернака и особенно с его прозвищем. Этот вопрос я несколько обсуждала с Марией Леонидовной. Пойдем в Артуре. Пойдем как бы... Я сама хотела бы затронуть несколько вопросов, которые были в предыдущей лекции. И особенно они были... Ну, с вами. Лекция отца Владимира, когда он говорил о том, что такое закон Божий, какой-то закон Божий он бы хотел в школу. И он бы сказал вот общий такой вот гуманитарный, научный подход к миру, который пробуждает любовь к Богу. По-моему, это я вам говорю. И тогда он открыт любым контекстом. И я бы хотела немножко начать лекцию с какой-то личной, маленькой реминисценцией. Я принадлежу по закалке. Я бы хотела, чтобы так было. По закалке, по своему как бы... По заварке. Я принадлежу конец 60-й, начало 70-х годов. Это была моя юность. И творчество поэтов Пастернака, Мандельштама. Это творчество, которое возбудило в нас любовь к Христу. То есть это было не способ... То есть где-то мы были с детьми отца Александра Вимене, но он был как бы нашим трудником, а сильный вот этот зов, зов какому-то ремендиозному видению мира. Прошел, конечно, через творчество русских поэтов, поэтому в прошлый раз я сказала в классе, что где-то литература взяла на себя роль пастыря в годы, когда фактически церкви были закрыты. И Пастернак говорил, и я бы хотела к этому вернуться, что отношения между смертным и бессмертным. То есть есть какие-то бессмертные тела в жизни человека. И внутри истории, где человек себя находит, где человека зовут на жертву. И он сказал, как же это Юрий Живанов говорит, что он спрятал это, он хотел писать такую косую прозу, где как взрывчатые гнезда это спрятано в тексте. То есть, получается, вот творчество Пастернака можно разбить. Можно разбить и более сложно, я это даю немножко элементарно. Первая половина его творчества настолько глубоко, как бы про крашку, каждую фразу для того, чтобы открыть, можно как бы по два часа. Как вы видите, например, весна. Вот только чтобы открыть этот текст. То есть, музыкально каждая фраза очень-очень сложна. И где-то сложность Пастернака, о которой я сегодня буду говорить, не нашла очень многое время своего читателя. Усложнилась эта тема, что у него была очень глубокая философская подготовка. И где-то философия и литература в начале его творчества они пересеклись. Поэтому в докторе Шевагу Юрочка говорит, Юра Шевагу говорит, что «Вединяйник повлиял глубоко освобождающий на него мировоззрение». То есть, первая часть творчества – довольно-таки трудный вопрос. И поэтому я бы хотелось этого легче закончить. Мы почитаем, просто посмотрим, насколько каждая фраза важна. Вот очень короткий рассказ, который называется «Восточные люди». А сегодня будет осень. Вторая часть творчества – это доктор Шевагу. Вы его знаете и за простотой. Есть какие-то серьезные вопросы. Все студенты ко мне подходили и говорили, что «А вы затронете эту сцену? А вы затронете ее?» Я бы хотела сказать, что ее так непросто. Очень непросто. И вы знаете, что самое трудное? Это тема его символики. Потому что хочется так. Символизм, символик просто. Потому что хочется так сказать о ней, чтобы это глубоко, чтобы это было написано, чтобы это затронуло очень глубоко. Как затрагивать символ, как должна быть найдена интерпретация символа, который не так же глубока, как сам символ, но который где-то режет сознание, режет сердце. И это не так просто. И как введение в моей лекции, поскольку у меня полтора часа, и вам надо это выдержать сейчас, я бы хотела написать стихотворение, в котором я и я думаю, Константин Борисович и все, которые здесь, многие из нас просто смотрят на это как часть, как стихотворение, написанное о нас. И называется оно «После перерыва». 26-я, страница, давайте я подниму. Страница 26-я. Три месяца тому назад, лишь только первая метель, на наш незащищенный сад со стерпенением летели. Страница 26-я. Три месяца, в месяц. Страница 27-я. Страница 27-я. Страница 27-я. Это образ зимы, вот это у нас всего. Давайте проработаем на них. Что тут зима значит? Секварение где-то очень-очень простое. Относится оно к очень позднему творчеству Кастернака. И жить ему здесь осталось 3-4 года. Если мы посмотрим, давайте посмотрим. Идет на наш незащищенный сад. 3 месяца тому назад, что это первое на теле, на наш незащищенный сад со стервенением на теле. И слова о стервенении очень интересны. В русском языке можно открыть, закрыть, смотреть и оставлять. Но, конечно, трудности, муха, злоба и незащищенный сад. Пойдем мы здесь к вопросу сада, первоедемского сада, весеннего сада, всей жизни, на которой налетает зима. Правильно? И он говорит, я бы хотел стихами о зиме пополнить свой весенний сбор. И образ весны, я много говорила об этом, как бы радости, весны, лета, ранних произведений Кастернака, которые организованы вокруг времен года, и можно сказать, что трагедия придет осенью-зимой в детское время. Хорошо, но навалились, мне интересует вот этот момент, но навалились пустяки горой, как снежные завалы. Зима расчетом вопреки наполовину не давала. Тогда я понял, почему она во время снегопада, снежинками промзая тьму, заглядывала в дом и сад. Что меня интересует в данный момент, в образе этой зимы, что она одновременно зовет писать, и при этом не дает эту возможность. Она зовет, она стучится, она просит прийти, и одновременно в то же время. Она завалами снежными, проблемами, как говорит отец Филарет, чем меньше суете, тем больше тела. А зима это суета, огромное количество, чего только она с собой, да? Праздники сплошные. Праздники сплошные, детские болезни, несчастья. У нас много чего зимой бывает, правда? До лета подошли. То есть идет вопрос, ты потом страшный или очень сильный образ зимы. Она шептала мне, спеши, губами ремни от стучи. А я тачил к нам дошли. И если вы посмотрите на этот образ зимы, помните, начиная с самого первой страницы доктора Живана. Мальчика. Мальчик не знает, как ответить на весе. Потом не знает, как ответить на югу. Вы помните. Давайте посмотрим. Можно на эту тему неюню еще, которая звучит. То есть пишется ли в 56-м году, а если мы посмотрим, проходит через все творчество, проходит через то, что мы увидим сегодня в детстве. И я говорю еще раз о символизме пистагната здесь. Давайте посмотрим. Возвращаемся где-то к доктору Живана здесь. И посмотрим тогда. Первый его глава. Мы идем где-то в странице 27 года. Так. Бравич, страница 25-й. Простите меня, пожалуйста. То есть это самое-самое раннее. Это когда он как бы ботит свое основное имя. Юра останавливается в Кемии, где отец Николая, когда-то служил в издательстве, последние как бы годы в предреволюционной России. Тут появляются паровозы, которые нам очень важны. И поезд, который сломался в начале, в самом начале произведения. Тут потом он ломается. Давайте посмотрим. Посмотрим. Ночью Юра разбудил стук в окно. Ночью Юра. Страница 25. Правильно? Да. Ночью Юра разбудил стук в окно. То есть образ стучащей зимы. Он не новый. В 57-м он не новый. Темная гелья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе вышивал Юра. Воздух дымился снегом. Можно было подумать, что буря заметила Юру. И, сознавая, как она страшна, наслаждалась и производила на него впечатления. Она свистела и забывала, и всеми способами старалась привлечь Юрия на понимание. С неба, оборот за оборотами, бесконечными мотками падала на землю белая ткань, объявая ее погребальными пеленами. Вторая глава же глава. Юга была одна наследница. Ничто с ней не сопрямовывало. Первым движением Юры, когда он слез в подоконник, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его фугало, что монастырскую капусту занесет, ее не откопает. То, что в поле заведет маму, и она бессильно будет оказать сопротивление тому, что идет еще глубже и глубже от него в землю. Дело кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе, потешал его, а потом одевал, подойдет в окно, задумывался. Они начали одеваться. Стало святыми. То есть темы зимни и темы влюки, мы об этом говорили и будем говорить дальше. В проходе зима, бой ветра, который зиму съет. Сначала только церковный сад, наш незащищенный сад. Потом всю землю. Мы говорили о блоке, который видел госпит, он шел, он видел бурю, которые наступают на нас. Мы говорили в прошлый раз в классе. Чуть-чуть перевернем страницу, вернемся к первой главе. И если вы посмотрите на первую главу, опять мальчик. Первая стена, которую я уверена, он долго продумал, а потом очень быстро написал. Это темы в юге, которые задают мальчик, мог охрана от мальчика. Он хочет что-то найти. Не может быть. И как волчонок хотел быть. Идем немножко дальше. И посмотрим на тему, когда юность свекровь. Она получается, будущая свекровь. Анна умирает. Идут пухлые. Так? Страница 25. Крюкер, это женщина, которая его воспитала, он идет опять на купленных, я пропускаю первое. Обзад знакомых в цепях крестов и на розовых монастырских стенах. Лохматился ими, бородатый как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты березки с разбежными для сушки стиранным бедем. Рубашки с тяжелыми напрягшими рукавами, скатерти персикового цвета, красивые и плохо вышитые. Ну, просто их как у нас. Если вы видите, вот там, где мы руки моем. Юра гляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда пушевала рука. Измененное, но мы не построили. Юра шел один. Быстрой ходьбой, опережая остальных, изредка останавливаясь и поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади в обществе. Ему с непреодолимостью, с какой вода, крутя воронки, устремляются в глубину. Хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, было ясно, что искусство всегда, не крестовая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое истинное искусство, то, что называется откровением Иоанна. И то, которое это записывает, и то, которое его дописывает. То есть мы можем сказать уже что-то про эту зиму, которая сначала назовет мальчика, а в самом начале просто боит и не знает, как на это ответить. А потом мы видим уже повзрослевшего Юра, и опять зима, и вспоминание о зиме. И он идет и узнает, что зов был здесь, в этом месте, на котором он не мог ответить. И он уже знает, что он ждет момент, когда он может написать. Когда на зуб ответ творческий. И что зима – это не просто трудности, это приглашение к мысли. Но это приглашение к мысли, и где-то ее остановлю. Потому что это те трудности, которые надо преодолеть. Для того, чтобы… Потому что просто так не получится в России письмо. То есть тема зимы, зовущая. И где-то тогда зима обрастает огромным количеством значений. И действительно это зима, но где-то это год смерти. Преодолеть которое. Готовьсь к воскресенью, преодолеть которое. Для него это тема творчества, которое борется зимой. Оно борется. Поэтому последняя вот эта сцена с Юлей, когда он уже в поезде. И в поезде, где все думают, что можно перепрыгнуть. Очень красивый образ. С одного вагона в другой. А это первый вагон, который давно уже сломался. В это время вдруг приходит за ним лиловая туча. За ним приходит. Приходит ветер. Одно дыхание. И оно его забирает. И тема Юры, падающего в обморок, который проходит. Потому что один из образов, который мы видели, когда голос мамы обвлекает. Он не может опять на это ответить. И падает в обморок. И последний обморок. Это уже отдаться в руки смерти. То есть идет нарастание, то есть символизм, который по сцена используют. Это символизм, где нельзя сказать. Зима – это смерть. Нельзя. Нельзя сказать. Зима – это зима. А получается зима – это зима, и смерть, и трудности, и революция, и бьюга, и несчастье, и все трудности, и то, что необходимо преодолеть. Нарастает огромным количеством значений. И кажется очень простым поэтом. То есть тогда идет вопрос, что мы приглашены текстом очень непростого где-то и очень простого опыта прочтения. Вслушиваться в те образы, из которых соткана вся наша жизнь. Вслушиваться в их значения. Из-за этого я бы хотела еще раз вернуться к теме праздников. И на минуту, если вы не сражаетесь, хотела бы послушать и посмотреть «Охота Толстого». Потому что первая моя версия была связана с «Согмаркутским» и «Толстым». И особенно важно это чувство близости в природе. Что где-то поэзия приходит через умение прочитать природу. Вот рядом с природой. Пожалуйста, сохраните это. «Охота Толстого». Идет довольно долгое описание, но мы пройдем через него довольно-таки быстро. «Две борзые собаки». То есть там охота, и я прямо в середине этого абзаца. «Две борзые собаки напряженно загнули. Хвост серпома, высоко попнимая ноги, грандиозно перепрыгивали по высокому женилу за ногами лошади. Милка бежала впереди, загнув голову, а ждала пульфонки. Говор народа, топот лошадей, телек, веселый свист пепел, перепелок пепел, жужжание насекомых, которые неподвижными местами велись в воздухе, запах полыни, соломы, лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которыми разливало валящее солнце по светло-желтому шнурью. Синей далеки леса и белыми новыми облаками, белой культины, которые наносились в воздухе или на женщин по жнивью. Все это я видел, слышал и чувствовал. То есть идем тема, мы приглашены одновременно. Это страна особенно. Услышать, почувствовать, увидеть всю. Весь набор деталей, весь набор запахов, весь набор мира, поэтому потом опять он вернется. Юля меня спросил, нет, Юля, у меня спросили о смерти жива. И одновременно символиков у тебя. Услышать. Теперь, если можно, это было небольшое прислое. А теперь я хочу рассказать несколько слов о том, что случилось с интерпретацией творчества и страны. и мы вернемся к вопросам метонимы и металла, которые, мне кажется, определило творчество и то, как он на него смотрел. И глубокую, как бы, разочарованию кастерната на то, как читалось ему просить. И он уже перестал объяснять, как я это делал. Ну, 1914 год. Пастернак флутуризм. Флутуризм я вам не должна, как бы, 1912, 1912, на всякий случай я вам не хочу сказать. Так, все меня слышат. Я нормально говорю, все в порядке, да? 1912 летом он неожиданно участвует из Барбута. После того, как как бы это несколько завалировано в моем творчестве, мы провел не около философии много-много лет, и очень странно потом о ней говорили, это особый вопрос, отношение кастернатной философии. В 1914 год, когда он употребляет опять, как бы неожиданным образом, он употребляет априорность политического слова, если вы читаете его ранее, «Черный бокал», и, конечно, его атака на Шашневича, футуриста, когда он пишет за Сирмановой реакцией. В 1914 год. Пассермановой реакции. Пассермановой реакции. В остальных полемизируют Шашневича, мы говорим, что Шашневича все-все-все, все поэзия основана на темах скотства и метафоры. То есть, например, и, конечно, это образ у футуристов, конечно, метафора, сейчас я немножко пойду вперед, образ Стрельников очень часто как бы водится, как его коленика с Маяковским, когда образы идут не из природы, оази из машин, из будущего, из техники. И как бы вот то, что мы с вами проходили вчера, когда Стрельников отказывается говорить с небом, со светом неба и видят шары паровоза, и они не шары, а огни паровоза, и начинают говорить с ними, и все становится просто. тема, то есть у нас идет цвет, паровоз и так далее. И он говорит, идет основное понятие поэзии, это понятие метафоры и сходства. А он говорит, а есть еще понятие смешности? И тема смешности поэзии поэзии должна тема твориться. Тема смешности. Очень-очень странная статья, и в этой же статье он говорит, и к смежности должно расти смесь. Внутрой лаборатории поэта, это когда с темы смешности, я сейчас к этому вернусь, должно расти смесь. 1914 год, это статья уже давно, 1917, 1912, 1912. Дай Бог напечатать то, что они пишут. В 20-е годы, в Советской России, там, чтобы страна начинается меня, но у него была мразная. Дай Бог напечатать. Об этой статье все забывают. Но он эту статью видел. Роман Гекобсон. 1935 год, когда в Праке вышла охрана грамм, когда она пишет на 1613 году, Гекобсон пишет очень-очень известную статью о стагнатезе, которая для западного читателя, но для русских читателей, те, которые этим заинтересуются, стала классической статьей. И, не говоря о Шушнелище в сермане Гекобсон, и не привыкляет его, говорит, Маяковский — это поэт… Маяковский, простите, Маяковский, простите, Маяковский — это поэт сходственный металл. А Пастернар – это поэт смежности. Это поэт, который работает по смежности. И что такое смежность? Поэт, дождь, snag, snag падает. У поэта внутри вихрь. Мы берем человека, смотрим, что находится рядом с ним, и как бы Пастернак сливается, смотреть с атмосферой, которая его окружает. На метафору он не в церкви, потому что он становится просто частью, он расплывается в том мире, в котором он находится. То есть понятие, что Пастернак не уничтожен, оно остается для него ранее поэта и для особенного ранее поэта. То есть изучать Пастернак, если мы смотрим, например, ту главу, которую мы с вами прошли, когда идет вопрос, давайте мы скажем, о явлении полноты души девочки. Когда душа, слово душа подчеркнуто, все время связано это с тем изменением организма девочки, с весной, с матерью, лампы набухли изнутри, организм девочки набухли изнутри, река набухла изнутри, зима набухла изнутри, потом все это движется, что-то появляется, и мы уже рядом с Пастернаком. Теперь, есть понятие смешности, ставится в любую тему, потому что, как говорит Екатсон, Екатсон говорит, из-за этого у Пастернака нету героя, у него герой не действующий герой, у него герой, то есть, и хочу быстренько еще сказать, это вопрос метафории метонимии. По якобцовскому понятию. А смешанность, что такое смешанность, быстренько я еще раз объясню, например, если бы мы занимались магией, как сейчас задание снять, которую мы не будем, только на минутку, только как пример. Я могу взять куколки, которые не относятся к человеку, и что-то работают с этой куколкой, там чего-то, или я могу взять перчатку, то, что принадлежит человеку. Смешность — это то, что принадлежит, то, что рядом. И оно, например, один из тех примеров, которые дает Екатсон, это опять же Толстого, маленькая губка, вот эта вот верхняя губа, первой женой принца Андрея. И когда Толстой пишет губка, губа начала двигаться быстро. Это значит, что Лиза начала очень волноваться. То есть, и тут, конечно, что это стертика, это не экономия, но часть, которая говорит о целом, или часть рядом, которая говорит о целом. И что Пастернак, он занимается смежностью, если вы занимаетесь смежностью, и вы все время говорите о растворении человека в мире, вы не найдете самого человека. Человек растворяется в пространстве. То есть, вопрос символики Пастернака остался открытым, и когда он интерпретируется, он интерпретится довольно-таки банально. Поэтому позднее творчество Пастернака, в этой линии, когда он говорит, я спрятал это, как взрывчатые гнезда спрятанного лица Бояна. Ну, можно ее разбирать, можно ее не разбирать, но она взрывается очень. То есть, еще раз, я хочу попросить Александра Кановенко, я недостаточно точно объяснила это, или я точно объяснила это, как мне? Принимаем? Хорошо, значит, у нас получается сходство, смежность, потому что это был вопрос от Александра Килонникова, поэтому я его немножко ответил. Сходность, смежность и так далее. Теперь, вот, и из-за того, что мы смотрим на Пастернака, как по этой смежности, от него нельзя убрать то, что его герой действительно растворяется. Но, где-то можно, если мы идем в христианскую 8-й, то идет тогда вторая тема, когда Магдалина плачет и говорит, для кого, почему ты слился с миром, для кого она сверится? Столько шире, столько силой такая мощь, если столько, зачем ты обнялся слишком много, зачем ты растворился? Потом она говорит, вот за этот страшный промежуток, ядовоскресенье, 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 ядовоскресенье. И оттуда даже берется эта характера, к моему великому изумлению, просматривая, к моему великому изумлению, просматривая его философский дневник, Пастернаковский, а не Капсунский. Я нашла, что тема смежностей сходства. Да, вопрос. Гелена, мы имеем в виду проблем с английским инструментом для использования и... В crazy английский инструмент, что... Контигути, я не знаю, что это значит. Это констигути, а что это настоящая, связь, этим что-то не может быть, что-то не было слышно. Книга, что-то не было слышно. Проксима, причема и слева. So, for example, you could describe me by describing the movement of my skirt, and that would be continuity. Descriptions for continuity. Her skirt was waving in the air means that Elena was dancing in the class, right? And the similarity, if you would like to compare me, I don't know which word, but let's say compare me with the star. Because the stars are not around me, so the similarity continues. Yeah, thank you. Ah, well. Хорошо. Теперь, хочу быстро почувствовать, что в потерянной статье Шишневича Пастерна говорил о том, что настоящий поэт выводит символику, метафору из метонимии. Это его внутреннее пространство. Это то, что он говорит, но это по теме, в переводе их акционы и так далее, и так далее. Хорошо. Я просматривала эти книги и нашла к своему великому удивлению, что, как я вам сказала перед этим, что Дэвид Юн, а по-английски это будет Хьюн, говорил, что он… Я напишу по-английски, все это знали, from perception and impression to ideas. То есть, от впечатлений, концепции до идеи, человек и любовь сознания делят и приходят к идее по законам, по законам сходства и симуляций, и… Как я это говорю? Смежность. 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 каким-то образом построить мозг между философией и поэтикой, которую он первый раз, а потом бросил, никогда больше про это не говорил, особенно никогда ничего не сказал про Якобсону статью, но тема, тема глаза, тема видения. Осталось у него до конца жизни, потому что если вы смотрите, если мы идем в доктор Шевалга, например, если мы идем в тот роман, то Юра особенно интересуется устройством глаза, если вы смотрите, устройство глаза, умение диагностики, посмотреть на все детали, что самая большая проблема в госидеологии, что это идеология, которая натянута на действительность, а не идет от действительности. Но при этом идет, еще раз, я вас потеряла, это немножко сложный момент, но мы его сейчас проглотим. Можете? Проглотим его, так, девочки, нормально? Хорошо. У Юма, Юм был материализм и антидиализм. То есть для него самое главное было вот это ощущение мир, как мы с ним живем, а не мир, идеология, идей. И он против него идет вот то, что мы последний раз говорили очень быстро, я скажу, Хан, который говорил не все в жизни, не все в жизни идет от оптика, это инфекция. Понятие времени и пространства, оно у нас дано оптимально, оно дано до этого. То есть одна из тем, что скарнаху, очень-очень важная, наблюдая то, что рядом, найти то, что бесконечно. Но найти вот так, что человек не замечает, в какой момент это движение происходит. Если вы мне разрешите, в минутку, пойти опять в Магдалину, например, у меня вчера ее был день, то Магдалина, например, говорит, да? О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда в ночами устала меня бы вечно смештала, как прежде все темы слабо, мной заключенные посетители. То есть идет момент, что вечно, бесконечно, и то, что агрегорно, входит через перцепцию, вот оно, входит и каким-то образом распространяется и дышит внутри произведения. Объяснить это в теме, что сразу, это как бы зима, это одно из тех, это зима, и образ зимы, конечно, это то бесконечное, над которым у человека нет. Он не может это не контролировать, его уже не взял, не взял, не за нас. Это то, что ждет, что окружает в нашу жизнь, что влетает в нашу жизнь и определяет его вот эти чувства бесконечности, которые будут продолжаться и без нас дальше, но каким-то образом будет форма, определенность и собственность в нашей жизни, чтобы, если по этому, ты работаешь. Хорошо, сейчас давайте вот все, что я сказала, потому что очень много я вам сказала, давайте сейчас это отправим на глубину нашего сознания, не можем? Да. Вот и будем с этим. И вернемся к той работе, от которой, как бы, как один из ранних этюдов, посмотрим, что происходит у нас еще раз в детстве юности. Так, 30-ти плачки. Так, 30-ти плачки. Первое движение девочки. Как-то девочка выходит из младенчества с детства. И вы помните это, первое вот это вот, то, что мы смотрели, образ рук, который проходит через всю эту историю. И первый образ, мы уже просто, я просто повторяю это. Девочка просыпается, есть мир, который она знает. Это взрослые, они играют в карты, они курят, но за пределами того, ее пробуждает свет, но за пределами того, что она видит и знает. Я хочу, чтобы вы увидели здесь, вот, ам, сейчас, минуточку. Четвертый абзац. Зато ни по чем нельзя было определить того, что творилось на том берегу далеко-далеко. У того не было названия. И оно не имело отчетливого цвета и точных отчертания. И волнующе оно было милым и родным. И не было при этом, как то, что промоталось и ворочалось в кругах табачного дыма, бросая свежие ветреные тени на ручные, на ручные плевные коллеги. Очень интересная тема, что для человека родное, даже Богу, может быть даже с болью, это не то, что он знает, первый переход из младенческого детства, а то, что за пределами сознания. Оно обладает. И вот эта тема, что же тогда за пределами сознания. И когда девочка растет, у нас получается, постоянно раздвигаются пределы сознания. И постоянно раздвигаются, раздвигаются, раздвигаются. Первое у нас было, если вы помните, вот это чувство младенчества и образ рук игры, который играет, как карнавал внутри. И девочка зовет движение из младенчества. Потом начинается то, что называется долгий день. Значит, он пойдет из младенчества в детство. Второе. Начинается пробуждение сознания. Сознание долгий дни называется, ощущение. Сознание долгий дни. И если вы посмотрите, мы это смотрели, девочка знакома со священными вокруг нее. Людей еще нет. У нее есть губинанты, с которыми она привыкла. То есть то, как пастернак строит это, получается неодушевленные предметы, которые хотят получить немножечко души. Они чуть-чуть одушевляются. И это мы с вами уже смотрели, когда мы видим, пойдемте, шли годы к отъездам отца. Это у нас где-то шестой может быть, шестой абзац. И вот оно и делаем. Сквозь гардины строился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сроку грудилось серебро. На скатертью двигались лаванды и мутые руки англичанки. Они никого не отделяли и обладали неистащиво в запасном терпении. То есть идут эти руки англичанки, которые дают еду. Все безумно-безумно, организованно, удобно и хорошо, но страшно-печально. Мы, которые знаем немножко пастерна, то страшно-печально, потому что это не родное. А родное-то родители ведут себя очень-очень странно. Очень странно. Понимания этого нет. Третье начинается весна, когда странное поведение родителей, и странное поведение организма, и сама весна, которая держит свои тайны от девочки. Входит в его мир. И устанавливается, то есть постоянно устанавливается, то, что правда, вот эти вот ряды похожести с миром. Сначала и от похожести она повела себя, как неизвестный мир, она ничего не сказала, о том, что она не поняла. Потом она ведет себя так же тихо, как предметы вокруг у нее, и нет у нас тут личности, игралась, пелась в детстве. Потом она ведет себя, как весна, и подная расцветание организма начинается весна. Летом, когда мир входит, начинается цвет всего, когда то, что Пастернар говорит, час больше, чем целая, девочка едет, и едет она, то есть у нас четвертая весна, а с лета я выпустила это из того текста, потому что я думаю, мы его не разберем, я сейчас смотря на время, я понимаю, это правильно. Лето, когда девочка переезжает, переезжает она из Европы на Урал, приезжает Урал, в Урал, она приезжает в Азию, как она говорит, а там Европа, ничего не меняется. Не меняется, если мы берем законы, законы того мира, по которому организован мир детства, он постоянно расширяется, но он не меняется, он не меняется, почему, потому что вот эти законы схожества, простите, эти законы смежности, они постоянно расширяются. не уходят вдруг, летом новая тема, и эту тему я бы назвала не только я, она называется «Другие люди». Девочка тут подходит к очень важным проблемам, просто, что просто так, по законам смежности, отношения с другими не выяснятся. Ты можешь их населять сколько ты можешь, своими образами, своим миром, но они держат неожиданно в себе, и как соотноситься с миром других. Теперь, когда я начинаю говорить «любой» в творчестве Пастернака, кажется, что я немножко сошла с ума, а может, это абсолютно постмодерник как-то. Но для того, чтобы поддержать себя в этом, я на странице двадцать первая, вторая часть, после двух дней, которые постоянно расширяются, идет глава, и глава называется «Посторонний». И отношения с другими, с другими. И Пастернак, который, я уверена, теперь работает на такое произведение, он учил математику, когда он, я повторяю, я сказала вам раньше, что когда он занимался с Игоревой, собственно, он преподавал мне многие предметы, один из них был математикой, я уверена, потому что работа очень математически организованная, просто идет глава за главой и вводит тему, вот он, по стороне. И вдруг начинается тема, которую не увидел Икапсон, и за Икапсоном не обращают внимания на это, вдруг начинается предел, и за пределами, за пределами, что же приходится вдруг ощущение между своим миром и запределенным миром, оно уже не идет одним потоком, оно идет через тему разрыва, страха, муки, оно вдруг тут отрывается вот такое вот пространство, чтобы ему показать, хочу быстро пройти то, что мы как бы обсуждали вчера в классе, девочка читает демона, Лерва, кончается, Лерва начинается осень, она читает демона, выходит на улицу и смотрите, мир, которого никогда не был край, не было конца, что-то всегда было за его пределами, времени, вдруг начинается по ту сторону света. Так, идем опять к затворнице, страница 22-ая, я немножко повторю то, что я говорила, тема я повторяю, не могу говорить, как я говорила, вчера, но я пойду дальше. Девочка читает демона, тема демона входит, все, кто знает творчество Пастернака, сестра моя жизнь была посвящена Девочка, да, Лермонтов, Лермонтов, это тема ветра, тема буря, тема населия, я иди, сейчас мы немножечко по ней пройдем, пожалуйста, страница 22-ая, середина страницы. Кустов в чужом, вдруг она видит чужой сад, неожиданно, гуляет и читает демона. И когда она читает демона, можно пройти внимательно по тексту, но получается, что то, что она читает и то, что она видит, оно совмещается и вдруг распадается. Смотрите, как идет распадка. Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, страница 22-ая, и вековые деревья, унеся высоту к листве, как в какой-то ночь, в своей нижней сучье, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходили. Сахаты или новые в красу, покрытые седым и шаем, они позволяли хорошо видеть ту пустыну, мало езжую улочку, на которой выходил чужой сад, той стороной. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сон скручивался и осыпался. Вынесенный мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась, как освещается происшествие во сне, то есть очень ярко, очень пропадает и шумно. Будет солнце там, надев очки, шарев в краснете. На что же задевалась Женя, на свое открытие, которое занимало ее больше. Потом она видит три грации, три женщины, которые как-то спят на этой странной улочке, которая так странно светится. И тут она смотрит на этих незнакомых, они повернут голову, бедно что-то привлекло внимание. И за ними появляется, перед девочкой, сейчас минуточку, под нее появляется. Женя пошла была домой, но хватилась книжки, не сразу вспомнила, как книжка осталась. Она обратилась за ней, и когда зашла за трава, то видала, что с незнакомых поднялись, собираются идти. Они поодиночке шли, друг за дружкой прошли в калитку, за ними странную, увеченную походкой. Следовало невысокий человек, несущий под мышкой, кромой, несущий под мышкой, альбом или адрес. То есть, смотрите, что получается. Когда водится тема других людей, и сначала девочка абсолютно потеряна, что как-то люди вокруг, она не может понять, кто они, что они. И там идет тема, как люди переливаются один в другой, она не может между ними найти границы. И вдруг начинается открываться, незаметно, абсолютно символистическим видом. По ту сторону, откуда появляются три границы, которые на минутку смотрят, и вдруг в тексте появляется Лермонтов. Или Лермонтов, или Хромой, или Дев. И связан он после этого в тексте постоянно с бурями. Он принесет очень много несчастья. Я хочу вам показать, как это. Потому что он не тесный, просит бурю. Просит бурю. Как будто в буре есть спокойно. Пойдем немножко дальше. Я выпустила одно из абзацев, который мне очень нужен. Абзац, который мне нужен. А вот он не может быть. Да, я не могу. Я не думаю, он не может быть. Девочка ждет зимы. Вот она. Она была только что на улице, ничего не произошло. Она когда приходит, она говорит, мы видели там человека, которого никто не знает, не знакомился. Мы видели его. И конец, на странице 23-й, конец предыдущей главы, который заканчивается, словом «мело». Смотрите. Они только что были на воздухе, они кому-то заметили. Текст очень ясен. И вот оно начинается. «Имело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края. Им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что это не ведомо, откуда падавшие страны никогда не слышали граждан про землю. И полумолочные, слипые, забаривали ее, ее не видя и не знали. Они были упоительно ужасны, эти царства. Совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывал, взгляда на них. А воздух шатался, хватаясь, за что попадет. И далеко-далеко, и больно-прибольно, Звывали, будто при тьме огретые поля. Все смешалось. Ночью ринулась на них. Сверепея от низко сбившегося седого волоса, Засекавшего и слепившего ее. Все поехало в рост, свистом не разбирая дороги. Отклик, оклик и отклик пропадали на встрече, Сгибли, занесенные в битве, на разном краше. Пастернак проводит тему «Идущая революция». Через девочку, читающую Лермонтова, Принесшего в ее жизнь в музее. Если мы смотрим его дневники, Между прочим, это не Лермонтов, Это Скрябин, его поэт «Файм Экстас» И то, что он написал потом, Вот эти экспериментальные работы его, Налетающие на землю, И тем, между прочим, сверхчеловек, Налетающие на них. И потом случается в семье Огромное количество несчастья. Девочку оставляют, когда несчастье, В семье, в доме Дикенда Паха. И тут открывается огромная символика, То есть смешная символика, Потому что пастернак точно идет по нотам Тамары Демона. Демон, которого никто не видит, Который ее зовет. Только это не сексуальное, А как бы совсем другое ощущение. Ощущение входа у стороннего мира. И мы идем к самому концу теперь, Когда девочка вдруг выросла И знает, что мир выречет, Что-то очень странное. Давайте посмотрим, просто конец. Девочек, помните, Конец детства мира. И если вы помните начало, И я тут пропустила, конечно, Что тема постороннего, Начинается с темы духа. Дух, который приходит в дом, И дух дома. И начинается оно с того, Что мебель в доме, Все в доме постоянно. И охраняет девочку. И конец. Поэтому, когда смотришь на этот раз, Думаешь, пастернак его написал В 1918 году. А какой-то девочек, Раздущий, Меняющий сознание. А посмотрите, Как интересно он вводит миры, Фактически, Демы, Духи, Которые входят в мир, Ребенка, И разнесут его В пук и прав. Если я могу сейчас это показать. Она находится в доме, Плачет, Потому что мама была дикитой, Потому что случилось буря, Потому что случилось очень много смертей. Сидит она со своим учителем, Пастернак где-то играет, Я уверена своим отношением, В кого он был влюблен, Это Ида Высоцкого, Который у нее воспитатель. Опять, Выглядит, Я вызываю себя дикит, Но мы это сейчас пропустим. Вот она сидит, И в доме слышатся, Сдирают белье, И вот эта катка белья, Как будто вытягивают дом, Растягивают, И где-то готовят его, Как? Готовят его, Может быть, К расстрятию. Вот она и делает. Женя сидела и плакала, Мы в самом конце детства. Женя сидела и плакала, В уголочке плакала. Хочу подчеркнуть, В 1918 год, Пастерна. То, Что здесь разработано, Это только показать, Как сложно он работал Молодым поэтом. И как все это Граждо уменьшилось, И стало одной деталью В его последующих произведениях. Просто прочитаем Конец детства. Страница 24-я. А ваша страница? Все, Самый конец. И потом будут вопросы. Давайте посмотрим. Так. Она сидит, Очень-очень странный мир, В котором, Когда она говорит, Осторожно, Там горка, Мы не знаем, Это горка, Дора, Что это такое. Гордины опускались, Да, Хочу вам сказать, Сема начинается, Спокойствие предметов, Дома девочек, Спокойствие дома. А сейчас мы уже в конце Рассказа. И он хотел после этого, Конечно, Строить роман, Это была его героиня, И не написала его, Не написала Петеряна. Но это как бы Первая часть ее детства. Гордины опускались До пола, До пола, До пола свешивала В зимние звездные ночи За окном, И низко попасть в сугробу. Сугроба, Волоча сверкащие цепи ветвей По глубокому снегу, Врели дремучие деревья На ясный огнем в окне. Дикая природа Раскушена, Они окружены. И это в эти страшные деревья, На дом, который будет Разрушен очень скоро, На этот огнем в окне. И где-то за стеной За стуга сянутыми пустынями Взад-вперед Ходил твердый грохот раскатки. Чем объяснить этот испыток чувствительности, Размышлял Эдертика. Очевидно, покойный, Потому что там Несколько людей умирают, И один из них, Тот человек, Которым она называет Цветков, Но который связан С темой Лермонтовой, Которого она видит После того, Как он умирает. Потом, Скажем, И потом, Потому что я уже все Уже почти. Он смотрит на нее, Он говорит, Очень она изменилась. Периодически тропе Объяснял он еще ребенку, Между тем, Как маленькую женщину, Особо глубоко Это произвело, А перед ним сейчас Осюда У впечатлений этого рода Есть и Как странно, Он давал уроки, Каждый день И не заметил Она страшно Славной И ее ужасно жаль Но когда же Она выплачет И придет Наконец-конец Верно все прочие В косяк Ее жалко от души Замечательная ночь Смотрите, Что дальше происходит Он ошибался То впечатление, Которое он предпочитал К делу Нисколько не шло Она ни в кого Не была влюблена Это не было Влечение Как у демона Он не ошибся Впечатление Слово впечатление Тут Оно, конечно, Идет По его дневникам Помните От впечатления К априорным принципам Впечатление Скрывавшееся Со всем Было неискладимо Оно отличалось Больше, чем Он думал глубиною Оно лежало Вне видения Девочки Вот оно Оно идет Вне видения Это только начало Впечатления Вне видения Девочки Потому что Было жизненно важно И значительно И значение Его заключалось И вот оно идет Смотрите Это тема Что в ее жизнь Впервые Вошел Другой человек Другой Не вселяющий Ты особенный Другого рода Книгу Книгу Берет Ее учитель Она говорит Нет Лермонтов Сегодня И то Широко Как это ни странно Лермонтов Проблину Покосившиеся Рой Классик То есть Мир 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 Окружающий Ребенок И наиболее Как бы это сказать Наиболее Вот периодизация Первая периодизация Этих отношений Когда расширяется Мир Девочки Когда он расширяется Потом До отношений С другими Которых Нельзя упростить Которые несут Как ни странно В 17-й год Мир Срушения дома Они не могут быть По нему Без заповедей То есть Нужно Слово Бога Для того Чтобы найти Весь этот Огромный мир Который У него Приходит Через свой Потому что Какое отношение Умеет Лермонтов И демон К тому Что приходит В детстве Любовь Очень сложная Была лекция Спасибо Что меня слушали Я ответ На главном вопросе Мы не перенесем На следующий раз Аплодисменты 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 Продолжение следует...